МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А это и единый рынок углеводородов, и совместная работа в оборонной сфере, во главе экономика. Ни о какой потере суверенитета речи не идет. Все вот эти шапкозакидательские опасения наших противников о якобы поглощении Российской Федерации Республики Беларусь, превращении ее в какое-то квази-государство, они рассыпались. Почему? Потому что российское руководство смотрит намного дальше. Оно видит, что идет обострение геополитических противоречий, международных отношений. Идет санкционные войны против России, против Беларуси. Между Китаем и Западом фактически началась вторая холодная война. И в этой ситуации инструмент союзного государства должен иметь функцию не дискредитации России или Беларуси, а иметь функцию защиты их суверенитета. Беларусь и Россия живут в условиях санкционного давления, а совместные усилия по противодействию позволят защитить промышленность и другие сферы. Особенности переговоров и детали узнаем совсем скоро. Переговоры назначены на вторую половину дня. Минск и Москва начинают сегодня масштабное стратегическое учение «Запад-2021». Совместные маневры пройдут на 4 белорусских и 9 российских полигонах. Активная фаза стоптует уже завтра. Будут участвовать 12 800 военнослужащих из Беларуси, в том числе 2,5 тысячи российских. Прибыли и 50 военных из Казахстана, и состава коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Также планируется задействовать 350 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, а также около 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов. Сотрудничество Беларуси и Ватикана сегодня обсудили в Минске. Министр иностранных дел встретился с апостольским нунцем в нашей стране. Владимир Макей подчеркнул незыблемость официальных подходов в отношении римско-католической церкви, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости и важность сохранения в стране этноконфессионального согласия в целом. Собеседники договорились и далее поддерживать диалог по всем вопросам, связанным с активизацией белорусско-ватиканского взаимодействия и укреплением межконфессионального согласия. Но в эти минуты в Киеве проходит митинг сторонников оппозиционной партии за жизнь антиправительственная акция у здания Верховной Рады собрала несколько тысяч украинцев из разных городов страны. Протестующие выступают за право мыслить, иначе не соглашаться с нынешним курсом украинской власти. За право на выборы в Донецкой и Луганской областях. За мир, за нормальные тарифы и за честные суды. Организатор ожидает, что в акции примут участие более 6 тысяч человек. В Великобритании преступник, вооруженный ножом, взял в заложники сотрудников и посетителей автозаправки. Полиция окружила здание на месте, работает переговорщик. По сообщениям местных СМИ, одному из заложников удалось сбежать. Его госпитализировали с ранениями. Мотивы злоумышленника пока не ясны. 25 пожарных автоцистерн нового образца, произведенных на шасси отечественных автомобилей, сегодня пополнили автопарки районных отделов МЧС Минской области. Торжественная передача техники состоялась на Кургане Славы. Также вручили ключи и от трех легковых машин. Автомобили помогут повысить эффективность выполнения боевых задач и усовершенствовать работу пожарных бригад. Само пополнение автопарка основной боевой машиной, как мы ее называем, которая заступает на боевое дежурство и выполняет в круглосуточном режиме задачи по реагированию на чрезвычайную ситуацию, очень важно. Почему? Потому что, во-первых, это маневренность и оперативность выбытия на чрезвычайную ситуацию. Это возможность оперативно доставить тот штатный наряд, который несет службу по обеспечению безопасности. Это оперативное оказание помощи. Ведь эта техника еще будет оснащена современным оборудованием по оказанию помощи. Старая техника, которой уже не один десяток лет, это, как правило, 131-й ЗИЛ, еще советская, наша советская, надежная техника, но, тем не менее, вся даже надежная техника выходит из строя. Поэтому сегодня мы видим эксплуатационные расходы, второе, мы видим расход топлива, третье, мы видим, что сегодня объем цистерны в этих машинах в два и более раза больше. То есть это все условная составляющая экономически. И понятно, что сегодня это все понятно просчитывается, и мы видим, какой эффект мы получим от приобретения новой техники. И сегодня очередные звания и награды от Министерства по чрезвычайным ситуациям и руководства области получили лучшие спасатели центрального региона, а также гражданские лица, которые оказали помощь в тушении пожаров. И на этом у меня все о развитии событий. Мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова